Приветствую вас на канале Полный Кадр. Сегодня у нас весьма необычное видео в плане формата, потому что без сценария я снимаю, без оператора, и большая часть видео будет от первого лица. Тем не менее, если вам понравится наше сегодняшнее видео, то как оно снято, вообще этот формат от первого лица, то, пожалуйста, оцените его лайком. А сегодня мы с вами поговорим про довольно интересный объектив, вот как раз-таки с точки зрения оптики, с точки зрения того, что мы сегодня будем обозревать, это весьма стандартная история для нас в последнее время, то есть это мануальный старенький объектив, но теперь не под резьбу М42, а под байонет Олимпус ОМ. Был ли такие старые байонетики? Вот такой вот объектив Олимпус 50 мм 1.8 Зуйко. Посмотрим, как он снимает, сравним его с, можно сказать, прямым конкурентом с точки зрения цены, с точки зрения фокусного расстояния. Это Гелиус 77М4, который мы недавно, опять же, обозревали на нашем канале, ссылки будут в описании. Ну, давайте посмотрим, что и как. Смертельный номер. Минусы съемки от первого лица, что я вообще-то сейчас не вижу то, что видите вы. Тем не менее, надеюсь, что более-менее вам будет виден вот этот вот красавчик. Так, объектив называется, в принципе, вы можете видеть по тому, что на нем написано. Это Олимпус Зуйко 50 мм 1.8. И у нас с вами сегодня, по сути, получается сравнение лучших полтинников. Один со стороны Гелиуса, то есть 77М4 все-таки считается лучшим полтинником Гелиуса. Многие, по крайней мере, так говорят. Многие так считают. А здесь у нас лучший полтинник 51.8 среди подобных от подбайонет Олимпус ОМ. И многие, очень многие мне говорили про этот объектив в комментариях. Вот я вам его нашел. Сегодня про него, опять же, буду рассказывать. Эта версия лучшая среди всех подобных. А их было немало. Как минимум, 4 основных версии. И это является последней. У нее тут лучшее просветление. Она считается лучшей с точки зрения разрешающей способности. С точки зрения детализации конечных снимков, соответственно. То есть никаких скидок мы не делаем этому объективу. Сегодня ему не на что будет принять, если вдруг он проиграет Гелиусу в результате нашего тестирования. Проиграет или нет, мы опять же с вами сегодня посмотрим. Что касается особенностей самого объектива и его характеристик. Прежде всего, отмечу, что он очень компактный. Вы видите, что он установлен у нас на переходнике ОМ-ЕСР. Сам переходник чуть ли не больше, чем объектив. Но, к сожалению, тут у нас уже ничего с этим не сделаешь. Рабочие отрезки нам не позволяют как-то ближе к фотоаппарату разместить данный объектив. Соответственно, переходник достаточно громоздкий. Такие переходники спокойно ищутся на Алиэкспрессе. В принципе, они не являются чем-то очень редким. И их вполне спокойно можно найти. Так же, как и переходники классические, которые вы все любите. С резьбы М42. Тут все то же самое. Соответственно, тут у нас БНЭТ ОМ. Как по мне, конечно, БНЭТ гораздо удобнее, чем резьба М42. Они фиксируются. То есть, их нельзя случайно открутить. И так далее. Конечно, БНЭТ М42 тоже можно зафиксировать там с помощью отвертки, условно говоря. Но это не так уже удобно, как БНЭТ, естественно. Поэтому с этой точки зрения мне нравится. Что касается конструкции, вообще сборки, то в основном объектив металлический. Единственное, у него такое прорезинное кольцо. Уж не знаю, что это за материал. Это что-то среднее между резиной и пластиком. Какой-то резиновый пластик. Выглядит достаточно износостойким. То есть, вряд ли он растянется. Он очень такой, знаете, жесткий на ощупь. То есть, даже если сильно мы нажимаем на вот это вот кольцо, ну, он немного так режет пальцы, скажем так. Ну, достаточно все равно интересно, то есть, ухватисто. Это позволяет кольцу не скользить в руках. Ну, естественно, поворот кольца очень плавный, очень приятный. В отличие, например, от каких-нибудь старых гелиусов, если вам попались неудачные экземпляры, которые туго вращаются или еще что-то. Здесь все это просто классно. Наверное, сравнимо с тем, что было у Токумара, который мы также недавно тестировали. Там тоже было приятное вращение. Опять же, объектив сделан в Японии. Это написано рядом с его передней линзой. Собственно, тут стоит понимать, что вот эта надпись Made in Japan, она одна из определяющих признаков того, что это последняя версия данного объектива, потому что на других подобной надписи именно Made in Japan не было. Что касается конструкции. Опять же, новая версия, вот эта самая последняя версия, она имеет шесть элементов в четырех группах, более старые версии имеют шесть элементов в пяти группах. Ну, разница там не принципиальна. Там склеили буквально один элемент, два элемента, чтобы получилось меньшее количество групп в новых версиях. Ну, я так понимаю, это какие-то оптические приколы. Я уж не буду в это вдаваться. Это, я думаю, Olympus лучше разбирается в этих вопросах. Естественно, объективы в принципе старые. То есть, если я говорю, что вот, посмотрите, это новенький объектив, конечно, никакой он не новенький, выпускался он очень-очень давно. И давным-давно эта система уже является устаревшей. Сегодня, конечно, мне больше всего хочется посмотреть, точнее, показать вам, наверное, потому что я-то уже вообще-то делал тестовые кадры, на него смотрел, что он показывает. Показать вам хочется, как у него с резкостью он открытый, как у него выглядит бокешечка. И эти моменты мы, конечно, сегодня с вами рассмотрим. Что касается, давайте, моих впечатлений по поводу размытия заднего плана, то есть, бокешечки. Ну, на мой взгляд, она достаточно стандартная. То есть, я не могу сказать, что это нечто уникальное, чего я не мог видеть на других мануальных стеклах на том же гелиусе. Я думаю, что это плюс-минус все то же самое. Естественно, он не закручивает фон, как это делает гелиус, но в целом его размытие достаточно стандартное, лично по моим ощущениям. Теперь поменяем объектив, что, конечно, очень-очень-очень неудобно. Стоит отметить, что у меня нет переходника отдельного под RF с M42. Я использую здесь переходник сначала резьбы M42 на EF, а потом с EF, соответственно, классический переходник на ESR, на RFBnet. Стоит отметить, что, конечно, этот переходник стоит, ну, как оба эти объектива вместе взятых, и плюс еще такой же какой-нибудь объектив. То есть, если отдельно рассматривать цену этого переходника, конечно, получается забавно. Но переходники там в районе 1000 рублей, может быть, чуть больше, соответственно, M42 на RF, они тоже продаются на Алиэкспресс, можно найти. Здесь я просто не хочу, опять же, на него деньги тратить, поэтому у меня пока нету его. А данный переходник мне просто был в комплекте с камерой ESR. Так вот, не будем слишком много болтать, делаем тоже тестовые снимки. Ну, теперь давайте сделаем снимок в контровом свете. Честно говоря, вот то, что я вижу сейчас вот в миниатюрах, оно очень похоже. То есть, кадры с Гелиоса, они очень похожи в плане работы в контровом свете. Все-таки Гелиос, который 77M4, он достаточно хорош в плане работы в контровом свете. Собственно, видимо, как и этот Олимпус, но мы, опять же, посмотрим эти кадры еще при сравнении. Когда я буду смотреть на компьютере, я думаю, сделаю какие-то еще дополнительные выводы. Посмотрел. Если кратенько, то разница незначительная как по съемке в контровом свете, так и по резкости. Даже на краю кадра Гелиос не выглядит хуже. Что касается контрового света, то результат плюс-минус одинаковый. Я сделал несколько тестовых кадров, на одних Гелиос смотрелся лучше, на других Олимпус. Но в среднем оба показали себя хорошо. Отмечу, что Гелиос лучше справляется с боковой засветкой. Вероятно, из-за того, что его передний элемент больше утоплен в корпус, чем у Олимпуса. Но итог по картинке такой. Объективы очень похожи по техническому качеству изображения. Разница скорее сводится к тому, какой боке вам больше нравится. Закрученная, как у Гелиоса, или более классическая, как у Олимпуса. Олимпус 50 мм 1.8 Зуйка. Достаточно приятный объектив. Его до сих пор можно вполне себе удачно использовать на современных беззеркальных камерах. Вы видели сегодня, мы сравнили, сделали пару кадров буквально. И сравнили его с Гелиосом 77М4. Думаю, что результаты сравнения вы видели на своих экранах. В любом случае, хочу отметить, что это очень приятный объектив. Мне он чем-то напоминает, наверное, Токумар в плане удобства управления. Но, конечно, фокусное тут немного другое. Токумар все-таки был немного более узким объективом. Здесь же 50 мм классическое фокусное расстояние, такое же, как у Гелиоса 77М4. Цена у него примерно такая же, то есть это в районе 6-7 тысяч рублей, наверное. И в целом, если выбирать вот именно с точки зрения конструкции, с точки зрения удобства управления, конечно, мне этот объектив нравится больше, чем тот же Гелиос 77М4. А что уж выберете вы, я думаю, решать не мне. А сегодня на этом все. Спасибо за внимание. С вами был канал Полный Кадр. До новых встреч. Делайте правильный выбор. Делайте правильный выбор.